Вечное наказание Вечное наказание Иисус, повернувшись к женщине, продолжал Ты видишь эту женщину Я пришел в твой дом, но ты не дал мне воды омыть ноги А она омыла мои ноги слезами и осушила их своими волосами Ты меня не поцеловал, а она с тех пор, как я вошел, не перестает целовать мои ноги Ты не помазал мне волосы маслом А она помазала мои ноги благовонием И поэтому я говорю тебе, что этой женщине было много грехов Но они прощаются ей, ибо любовь ее сильна А тот, кому мало прощается, мало любит И сказал Иисус женщине Прощаются тебе грехи твои Урок проповедь Из Библии Иеремия Господь издалека явился и так сказал Любовью вечной люблю людей Для вас я буду вечной истиной Иоиль И ныне говорит Господь Всем сердцем обратитесь ко мне Вы грешили, а теперь плачьте, плачьте и поститесь Раздирайте сердца свои, а не одежды Возвратитесь к Господу, Богу своему Он добр и милостив Он долготерпеливый щар любви Он может изменить свое решение и может отвести наказание Я воздам вам за годы, когда все вокруг пожирали гусеницы, черви и саранча У вас будет много еды Вы насытитесь и станете славить имя Господа, Бога вашего Который совершил для вас чудо Никогда больше не будет посрамлен мой народ И тогда вы узнаете, что я с Израилем И что я Господь Бог, ваш единственный И мой народ вовеки не посрамится Исайя Я, я сам отпускаю грехи твои Я это делаю ради тебя самого И грехов твоих помнить не буду От Луки Иисус же возвратился в Галилею, исполненной силой Святого Духа И молва о нем пошла по всей стране Иисус остановился неподалеку от Генесарецкого озера в Галилее Народ теснился к нему, чтобы услышать Слово Божье Когда же он кончил проповедь, то сказал Симону Отведите лодку на более глубокое место Если закинете там сети, то поймаете рыбу Симон ответил ему Господин, мы всю ночь тяжко трудились и ничего не поймали Но раз ты велишь, я заброшу сети Когда они сделали это, в сетях оказалось великое множество рыбы И сети стали рваться под тяжестью улова Тогда они дали знак товарищам, находившимся в другой лодке Чтоб те пришли им на помощь Те подошли и наполнили обе лодки до краев Так, что они стали тонуть Когда Симон Петр увидел это, он упал к ногам Иисуса со словами «Удались отсюда, Господи, потому что грешен я» И сказал Иисус Симону «Не бойся, отныне ты будешь ловцом душ, а не рыб» После этого Иисус вышел и увидел сборщика налогов по имени Левий Сидевшего на своем обычном месте И он сказал ему «Следуй за мной» Оставив все, Левий поднялся и пошел за ним Левий устроил для Иисуса угощение в своем доме И большая толпа сборщиков налогов и других людей ели с ними Фарисеи и книжники роптали, говоря ученикам Иисуса «Почему вы едите и пьете со сборщиками налогов и грешниками?» В ответ им Иисус сказал «Не здоровым нужен врач, а больным Я пришел призвать к покаянию неправедных, а грешников» Многие сборщики налогов и грешники приходили к Иисусу, чтобы послушать Его «Я говорю вам, что так и на небесах будут больше радоваться одному покаявшемуся грешнику Чем девяносто девяти праведникам, которые не нуждаются в покаянии» И еще Иисус сказал «У одного человека было два сына Младший сын сказал отцу «Отец, отдай мне ту часть имения, которая мне причитается» Отец разделил свое состояние между сыновьями Вскоре после этого младший сын собрал все и отправился в далекую страну Там он стал бездумно растрачивать свои деньги, пока не расточил все, что имел Вскоре в той земле наступила засуха и не было дождя По всей стране начался голод и младший сын оказался в нужде Он пошел и нанялся на работу к одному жителю той страны Тот послал его к себе на поле кормить свиней Он был так голоден, что рад был бы поесть корм для свиней Но даже этого ему никто не давал Наконец, отдумавшись, он сказал сам себе «Сколько слугу отца моего, и все имеют еду в изобилии, а я умираю здесь от голода Пойду к отцу своему и скажу ему «Отец, я согрешил перед Богом и тобой Я больше не достоин называться твоим сыном Позволь же мне быть твоим слугой» И он пошел к отцу Когда он был еще далеко, отец увидел его и сжалился над ним Подбежал к сыну, он обнял и расцеловал его Сын сказал ему «Отец, я согрешил перед Богом и перед тобой И не достоин больше называться твоим сыном» Но отец сказал слугам «Побыстрее принесите лучшие одежды и наденьте на него Дайте перстень мою на руку и обувь на ноги» А старший сын был в это время в поле Когда возвращаясь, он приблизился к дому и услышал звуки музыки и веселья Старший сын рассердился и не захотел войти в дом Тогда вышел отец и стал просить его войти Но сын ответил отцу «Послушай, все эти годы я служил тебе и ни разу не ослушался твоих приказаний А ты даже козленка для меня не заколол И не устраивал праздниц для меня и для моих друзей Когда же пришел твой сын, расточивший все твое состояние с блудницами Ты заколол для него откормленного теленка Но отец сказал ему «Сын мой, ты всегда со мной, и все, что у меня есть, твое Но мы должны были праздновать и веселиться Что брат твой возвратился, ибо он был мертв и ожил Был потерян для нас, а сейчас нашелся» Псалтырь «Блуждая я, как овца потерянная, найди раба твоего Я твоих заповедей не забывал Приведи меня к правде твоей, мой Бог, мой Спаситель Всякий день на тебя надеюсь Яви любовь твою нежную, вечную, не забудь меня в доброте Грехов моей юности не поминай Ради имени своего доброго вспомини в любви меня, Господи Воистину добр Господь наставляя на путь грешников Исайя Пусть нечестивые люди оставят злые пути свои помыслы Пусть к Господу снова придут, и Господь помилует и успокоит их Люди не могут понять Бога Бог говорит, ваши мысли не мои мысли, ваши пути не мои пути И как небо выше земли, так и мой путь выше ваших путей И мои мысли выше ваших мыслей Так сказал сам Господь Помни, что ты мой слуга, и не забывай обо мне Грехи твои были словно большое облако, но я их развеял Они исчезли, как туман исчезает в небе Я спас тебя и сохранил Вернись ко мне обратно Из книги «Наука и здоровье» с ключом к Священному Писанию Учебника Целителя Написанного известной целительницей Мэри Беккер Элли Конечная цель Замысел любви – исправить грешника Если наказание грешника здесь было недостаточным, чтобы его исправить Небо хорошего человека станет адом для грешника Прощение и исправление Божественная любовь исправляет человека и руководит им Люди могут прощать, но один только божественный принцип преобразует грешника Страдание, как следствие греха, является способом разрушить грех Каждое мнимое наслаждение в грехе доставит более чем равноценную Долю страдания, пока верование в материальную жизнь и в грех не будет уничтожено Чтобы достигнуть райской гармонии бытия, мы должны понять божественный принцип бытия Независимое милосердие Бог есть любовь, а больше мы не можем просить, выше не можем искать, дальше не можем идти Полагать, что Бог прощает или карает грех в зависимости от того, взывает ли к его милосердию или не взывает, значит неправильно понимать любовь И превращать молитву в предохранительный клапан для дурных поступков Евангельское повествование В седьмой главе Евангелия от Луки повествуется, что Иисус был однажды почетным гостем некого фарисея по имени Симон Однако не имевшего ничего общего с Симоном учеником Во время трапезы произошло нечто необычное Как будто с целью нарушить это восточное празднество, вошла женщина, которая была грешницей Эта женщина, Мария Магдалина, как ее звали, приблизилась к Иисусу Оттолкнул ли Иисус женщину, отвергли он ее поклонение Нет, он смотрел на нее состраданием, но он этим не ограничился Зная, что думают в сердце своем все окружающие, в особенности хозяин дома Что они спрашивают себя, почему высокий гость, будучи пророком, сразу же не распознал бездравственное поведение этой женщины И не велел ей уйти Зная это, Иисус упрекнул их коротким рассказом, притчей И так преподал всем урок, сопровождая его удивительным заявлением Обращенным к женщине Прощаются тебе грехи твои Раскаяние или гостеприимство Но что же лучше воздало должное такой неописуемой любви Гостеприимство фарисея или раскаяние Магдалины Иисус ответил на этот вопрос упреком ханджам И отпущением грехов, раскаившись Христос – идеальная истина Наука разума устраняет всякое зло Истина, Бог, не является творцом заблуждения Грех, болезнь и смерть должны быть классифицированы как следствие заблуждения Христос пришел, чтобы уничтожить верование в грех Мы признаем прощение Богом греха через уничтожение греха и духовное понимание Которое изгоняет зло как нереальность Но верование в грех наказывается до тех пор, пока это верование длится Мы признаем искупление Иисуса как свидетельство божественной действенной любви Раскрывающей единственность человека с Богом через Христа Иисуса, путеводца И мы признаем, что человек спасается через Христа, через истину, жизнь и любовь Как это продемонстрировал галилейский пророк Исцелением больных и преодолением греха и смерти Мы признаем, что распятие Иисуса и его воскрешение послужили для поднятия веры До понимания вечной жизни, то есть все бытия души, духа и небытия материи И мы даем торжественный обет бдить, бодрствовать и молиться Чтобы тот разум, который был во Христе Иисусе, был и в нас Поступать с другими так, как мы хотели бы, чтобы они с нами поступали И быть милосердными, справедливыми и чистыми Исправление приходит с пониманием того, что удовольствие во зле недолговечно И с обретением любви к добру, как тому учит Христова наука Которая открывает вечный факт, что ни наслаждение, ни боль, ни вожделение, ни страсть Не могут существовать в материи или исходить от нее В то время как божественный разум имеет право уничтожить И уничтожает ложное верование в наслаждение, в боль или страх И во все греховные вожделения человеческого ума Иногда зло бывает высшим понятием человека справедливости Пока его способность к добру не вырастет и не станет сильнее Тогда зло больше не будет доставлять ему удовольствие, а станет его мучить Для того, чтобы избежать страдания, вызванного грехом, надо перестать грешить Не существует другого пути Убеждение, что нет настоящего наслаждения в грехе Является одним из самых важных положений в теологии христианской науки Пробудить грешника к этому новому верному взгляду на грех Покажите ему, что грех не приносит удовольствия Это знание укрепит его моральное мужество И поможет ему справиться со злом и полюбить добро Основное заблуждение – это сам смертный ум Причины нравственного порядка могут препятствовать выздоровлению больного Скрытые ошибки, вожделение, зависть, мстительность, злоба или ненависть Продлевают или даже создают верование в болезнь К этому приводят заблуждения всякого рода Ваши правильные действия – это уничтожить врага И предоставить поле действия Богу, жизни, истине и любви Помня, что только Бог и его идеи реальны и гармоничны Спасение пьяниц Человеческая мудрость не находит удовлетворения в грехе Потому что Бог осудил грех на страдании Черная магия прошлого предшествовала месмеризму и гипнотизму нашего времени Алкоголик думает, что он наслаждается пьянством И невозможно заставить пьяницу расстаться с его опьянением Пока его плотское представление об удовольствии не уступит более высокому пониманию Тогда он отвернется от своего стакана в испуге, пробудившись от кошмарного сна Вызванного болью искаженных чувств Тот, кому нравится поступать неправильно Кто находит в этом удовольствие Но воздерживается от греха только из боязни последствий Не может считаться невоздержанным, неверующим, заслуживающим доверия Когда мы полностью поймем нашу связь с Божеством Мы не сможем иметь ни иного разума, кроме его разума Ни иной любви, мудрости или истины Ни иного восприятия жизни Ни осознания существования материи или заблуждения Божественное прощение Уничтожение греха – это божественный способ прощения Божественная жизнь уничтожает смерть Истина уничтожает заблуждение А любовь уничтожает ненависть Будучи уничтожен, грех не нуждается ни в каком другом виде прощения Аминь